Всем огромный привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас будет видео о покупках одежды, я знаю, что вам эти видео нравятся. И в последнее время у меня было не так много покупок одежды, но в основном они все достойны внимания, поэтому я решила вкратце о них вам сегодня в этом видео рассказать. Если видео данного формата вам интересно, то оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. Прошлое видео о покупке аксессуаров я забыла вам рассказать о своем чехле, но так как вопросы поступают, делаю это сейчас. Сейчас чехол мой выглядит вот так, я называю его теперь чехол колика, в общем-то здесь бокал вина, который при движении, естественно, жидкость в нем двигается. Вот, чехол я покупала в Диво, в последний раз заходила в Диво, я уже там такой чехол не видела, но там появились другие такие же, в общем-то, с подобной идеей чехлы, где там движется какая-то вода, какие-то блестки, еще что-то в этом роде. Поэтому есть из чего выбрать, и вам я эти чехольчики советую, потому что он у меня уже 3, если не 4 месяца, и, в общем-то, с ним ничего не случилось. Он также жив, несмотря на то, что я не самый аккуратный владелец айфона. Итак, переходим уже к теме сегодняшнего видео. Хотелось бы начать с того свитера, который сейчас на мне, и вы мне тоже задавали уже вопросы, так как я неоднократно появляла своих видео в этом свитере. Это свитер с воротником хомут. Вы не представляете, как давно я мечтала действительно о таком светлом свитере, тонкой вязке, из шерсти кашемира, и чтобы это был именно свитер с воротником хомут. И вот, наконец-таки, благодаря сайту WoW Lovers, моя мечта просто сбылась перед Новым Годом еще. Я просто так затянула это видео, так как я хотела прям вот по полной программе, скажем так, протестировать этот свитер. Свитер мне должен был прийти под Новый Год, но получилось так, что он пришел у меня перед Рождеством. Я бы опубликовала, по-моему, пост в Инстаграм. В общем, свитер у меня с рукавом три четверти. Мне это безумно удобно, потому что я не люблю, когда у меня вот здесь вот что-то руку закрывает. Мне комфортнее, чтобы у меня были рукава три четверти. При этом он безумно-безумно теплый, он просто фантастически теплый. То есть я вот сейчас стою в комнате, я не скажу, что у меня жарко в квартире сейчас, потому что у нас такая непонятная температура. То жарко, то холодно. И у меня, в общем-то, в квартире сейчас отключены многие батареи, потому что, чтобы не было жарко. Вот, в квартире достаточно комфортно, но вот я сейчас стою в этом свитере, мне безумно просто жарко, потому что он очень теплый, очень комфортный. И самое главное, у него вот этот воротник-хомут, он очень-очень комфортный, очень удобный. И он дополнительно согревает вот именно горло. Несмотря на то, что он не прилегает к горлу, он все равно мне намного теплее именно в этом свитере. И мне намного комфортнее. Я знаю, что меня никогда в нем не продует. Именно не продует мое горло, чему я безумно рада. Что касается именно цвета, почему я выбрала такой розовый, мне на самом деле многие там цвета понравились, но мне очень понравился вот именно этот цвет. Он такой очень нежный, очень красивый такой цвет зефира. Что касается качества, у меня, значит, по-моему, 70% шерсть мериноса и 30% шерсть кашемира. Изначально он пришел очень тоненький, после стирки он стал чуть-чуть поплотнее. Это мои личные субъективные ощущения. Стирать, в общем-то, можно было и в машинке. Я постирала вручную, ничего с ним не случилось. В общем-то, и он выглядит точно так же, как он ко мне пришел. Он мне не заносился, не закатался, ничего не случилось с ним. То есть свитер просто потрясающего качества. Кроме того, вместе со свитером мне пришла и специальная щеточка для того, чтобы ухаживать за шерстяными вещами. Мы на этом свитере пока еще не тестировали эту щеточку, но попробовали использовать на других шерстяных вещах. И она реально потрясающе убирает катышки на шерстяных вещах. Очень-очень крутая щеточка. Поэтому, если вы будете заказывать вещи на сайте Volivers, обязательно закиньте к себе в корзинку именно вот эту вот щеточку. Она не такая дорогая, но это существенно облегчит вам уход за шерстяными вещами. Не только за вещами этого бренда, но и за всеми в вашем гардеробе. Резюмируя по поводу этого свитера и, в принципе, по вещам Volivers, я буду, наверное, в ближайшее время еще что-то заказывать. Или уже на следующую зиму, потому что у них потрясающего качества вещи. Очень классный свитер. Я просто безумно счастлива, что он у меня теперь появился. Я реально из него не вылезала всю зиму. Очень комфортный, очень классный, очень мягкий. И действительно, я в нем ощущаю, как будто такой вот домашний уют всегда со мной. Очень крутой, поэтому всем вам советую обязательно посмотреть на сайте Volivers что-нибудь для себя. Следующее мое приобретение-подарок это вот такие перчатки от бренда Redmond. Это перчатки длинные. У меня седьмой размер. Внутри у меня шерсть. Сами перчатки из натуральной кожи, черного цвета. Сейчас постараюсь натянуть, показать, как это все выглядит на мне. Вот. В общем-то, одна перчатка. Перчатки просто потрясные. И я очень счастлива, что мне достались подарок. Мне подарила их мама на Новый год. Очень-очень классные. Они из очень такой хорошей кожи. Она не тонкая, но она и не грубая. И она очень-очень классно смотрится. Очень удобные перчатки. Я ношу и с длинным рукавом, и я ношу с рукавом три четверти. Очень они комфортные. Они очень легко у меня до локтя натягиваются, в общем-то. Они спокойно натягиваются поверх каких-то блузок тоже без проблем у меня. По качеству они меня устраивают. И они очень теплые. Для именно кожаных перчаток они теплые, комфортные. Поэтому тоже вам советую бренд Redmond. Если в интернете на эту ссылочку на эти перчатки, я обязательно вам их прикреплю. Следующее мое приобретение было вот такое платье с сайта La Moda. Это бренд La Mania. Эти платья до сих пор есть на сайте. По-моему, примерно за те же деньги, что я покупала. Платье классное. Но единственный минус его, то что оно из полистера. Поэтому, в общем-то, это платье точно не на лето. Потому что оно достаточно плотное. Это все-таки такой осенний-зимний-весенний вариант. Вот, в нем будет комфортно вам именно в прохладном помещении. Вам не будет холодно, вам именно будет очень комфортно в нем. Оно достаточно интересное за счет вот такого оформления подола, юбки, грубо говоря. И за счет такого оформления рукавов. Очень круто смотрится, очень стильно. Сюда бы я добавила какое-либо украшение, если вы хотите. Я, допустим, не фанат всяких там собачьих цепей или каких-то ожерельем в стиле дорого-богато. В общем-то, я не очень люблю, когда у меня на шее что-то вот здесь вот массивное висит. Единственный минус, действительно, это ткань. Так как его нужно обрабатывать антистатиком, потому что все к нему липнет в изначальном варианте. Даже вот сейчас, я думаю, что на камере будет видно, что, в общем-то, шерсть, которая у меня по воздуху летает в очень большом количестве, потому что у меня живет два кота, она вся, конечно же, прилипает к этому платью. Поэтому нужно обрабатывать антистатиком старательно это платье. А так, в общем-то, платье мне очень понравилось. Именно интересный такой вариант, неизбитый фасон. Подойдет, наверное, девушкам, у которых нет талии. Также, я думаю, что подойдет... У меня, в принципе, наоборот, фигура песочные часы, но на меня она очень круто смотрелась, потому что, в принципе, в нем было видно, что у меня нормальная талия, у меня все с ней хорошо. Вот, но при этом я выглядела достаточно так, очень хрупкой. Позже, когда я уже после Нового года одела это платье на работу, мне на работе сказали, что я в нем выгляжу очень-очень-очень стройной, худенькой. Поэтому очень советую просмотреться к этому платью, к такому фасону, потому что, на самом деле, вариант такой в первый в мире добрые люди, потому что я спокойно в нем встретила Новый год, выглядела в нем очень даже круто. И спокойно в нем могу ходить и на работу, и после работы могу куда-то на вечер в театр пойти или в кино. Очень такое универсальное платье. Следующий топ-блузу я взяла в Love Republic. Это какая-то из предыдущих коллекций. Мне понравился такой цвет кремовый, и, во-вторых, она из достаточно натуральных тканей. Здесь 35% хлопка и 30% вискозы. В общем-то, что здесь? Здесь вот эта вот часть кружевная. Там есть подкладка, естественно, здесь ничего не просвечивает. И также здесь сделана вот эта баска. Она, по-моему, из вискозной ткани. Минусы. Вот баску очень тяжело отглазить. Она очень легко мнется, но, в общем-то, выглядит достаточно эффектно. Сама вещь очень приятная к телу, очень комфортная. Единственное, что очень жутко маломерит, потому что у меня 42-й размер одежды. Это, по-моему, 46-го. И она, в общем-то, в талии, конечно, у меня болтается, но не так, как было бы, если бы это был полноценный 46-й размер. При этом в груди она мне вот как раз, в общем-то, ни больше, ни меньше. Также, в общем-то, если будете в каких-то там стоковых магазинах, если где-то увидите старой коллекции Love Republic, тоже советую присмотреться к такого рода блузке. Следующее мое приобретение, которое хотелось бы вам показать, это блузка из зимней коллекции Massimo Dutti. Очень мне она понравилась, очень классная. В принципе, я люблю магазин Massimo Dutti за их качество и за их относительно демократичные цены. Особенно на скидках, там можно очень неплохие вещи взять. Блузка из натурального шелка, в этот раз я решила все-таки взять 34-й размер, хотя в прошлый раз я взяла 36-й размер. Massimo Dutti у них достаточно специфичный крой, они делают очень узкий рукав, за счет этого кажется, что вам в плечах маленькая блузка. Из-за этого я взяла в прошлый раз 36-го размера, поэтому они посвободнее на мне сидят, это на мне смотрится как более приталенная блузка. В общем-то, плюс у нее немного другой фасон. Мне она безумно нравится, потому что все-таки натуральный шелк, я уже говорила о своей любви к натуральным тканям, мне в ней комфортно, я не чувствую, что она мне маленькая, хотя как бы, в общем-то, когда первый раз одела, думала, что все-таки что-то не то, и что она мне будет жать, что мне будет в ней некомфортно. Сейчас хожу, все нормально, все хорошо. Главное резко вот так вот руки не дергать как-нибудь там, не скандировать какие-нибудь фанатские лозунги на стадионе или что-нибудь в этом роде. Единственный минус реально это крой у Массима Дути, но к этому можно привыкнуть, и тем более за счет качества, за счет качества ткани, я думаю, что это можно пережить, простите, и можно среди всей коллекции найти вещи, которые на вас реально круто сядут. Вот. Блузка клевая, реально такого очень универсального рисунка. Мне кажется, он будет актуален всегда, то есть такие вот ромбики, полуромбики, полуцветочки. Достаточно нейтрального оттенка, я думаю, что вот действительно на каждый день в офис или даже вечером куда-то с друзьями выйти, вполне себе крутой вариант. Извините, что опять показываю брюки с такого немного извращенного ракурса, в общем-то я жаловалась вам в прошлый раз, или не в прошлый раз, в общем-то где-то я жаловалась, что не нравится мне, как на мне сидят брюки Массима Дути, но в этот раз я как раз-таки у них нашла то, что надо. Эти брюки такие вощеные, сейчас это модно и актуально, я купила как раз-таки в Массиме Дути. Купила за полную стоимость, по-моему, в новой коллекции они тоже есть, поэтому, в общем-то, без проблем вы можете их найти, что в интернет-магазине, что в самих оффлайн-магазинах. Очень крутые, очень комфортные, у меня 34 размер. Они очень мягкие, очень комфортные, потому что основа у них хлопковая. И сверху они как раз-таки покрыты вот этим вот покрытием, вот этим под кожу. Очень классные, сейчас из них не вылезаю, это просто вот мой фаворит. Я после них, когда залезаю в джинсы, мне кажется, что я в какой-то рабочей, крестьянской, неудобной робе после этих брючек, потому что они безумно комфортные, очень круто сидят на фигуре. Мне они безумно-безумно нравятся своей фактурой, своей комфортностью, поэтому всем вам тоже советую присмотреться к таким брюкам. Это все, что я хотела вам сегодня показать. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также подписывайтесь на меня в Инстаграм и в Перископ, чтобы наверняка ничего не пропустить. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие из моих покупок вам показались интересными, что вы обязательно посмотрите, что в последнее время вы покупали, в каких магазинах, какие онлайн-магазины вы советуете. И все, всех вас люблю, целую, до скорой встречи в следующих видео. Пока-пока!